МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина в этом выпуске. С легким паром в Сургутском районе несколько человек в сауне отравились хлором. Откуда в лесу паспорт и билеты на самолет массовые субботники начались в окрестных лесах. И боевой баскетбол помогли ли сопернику университета Югры драки и провокации завоевать золото чемпионата. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тюменской области Владимира Якушева. При этом глава государства поручил ему исполнять обязанности главы региона до сентябрьских выборов, сообщает и Тартас. Якушев сам попросил президента о досрочной отставке, чтобы иметь возможность вновь баллотироваться на пост губернатора Тюменской области. Путин ответил согласием. Напомню, Владимир Якушев был назначен губернатором Тюменской области 24 ноября 2005 года. Спустя пять лет он был утвержден депутатами Тюменской областной думы на этой должности на следующие пять лет. Тем временем власти Югры получили позитивную оценку в части исполнения президентских указов. Этот вопрос обсудила с подчиненными глава региона Наталья Комарова на конференции по социально-экономическому развитию региона. В зеленой зоне находится график ввода жилья и реализация бюджета округа. С запозданием исполняется программа по продвижению культуры и туризма в Югре. Тем временем в ХМАО введут новую систему оценки эффективности реализации государственных программ. На ее основании с 2015 года проведут корректировку распределения бюджетных средств. Накануне вечером из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка. Сообщение о смерти ребенка поступило в дежурную часть УМВД около половины 11-го вечера. Место происшествия изучают следователи и оперативники. По факту инцидента начата проверка. В настоящее время по данному факту следователям следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Сургут проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Еще одно ЧП с детьми, но уже в Сургутском районе отравление хлором. По предварительной информации, несколько семей решили отдохнуть в одной из саун поселка Белый Яр. После купания в бассейне пятеро детей почувствовали себя плохо. Пострадавших госпитализировали, а медики сообщили о случившемся в полицию. По некоторым данным, концентрация хлора в бассейне была превышена в 15 раз. Мы связались с администратором сауны, в которой отравились люди. Там было что-то, там ребенок два годика на воды хлебнул. Было госпитализировано двое детей. Там просто, они, ну как, маленькие дети два годика, там что они в бассейн взяли, это разве, можно так, бурлит вода, это гейзер, да, зачем брать ребенка. У нас вода хорошая, она все, у нас же люди, сална очень чистенькая. Все дети уже находятся дома. Выписали и пострадавшего взрослого. Это женщина, которая вряд ли пила воду из бассейна. Ее доставили в больницу с состоянием легкой степени тяжести. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Наблюдаться дополнительно не нужно. Горожанам врачи советуют воздержаться от похода в сауну, если чувствуется сильный запах хлора в помещении. Вообще же, как говорят в СОКБ, такие случаи единичны. Со слов пациентки, при посещении сауны присутствовал резкий запах хлора. И после нахождения, где-то через полчаса после нахождения в сауне, у пациентки появилась головная боль, появился чихание, кашел, появилось слезы течения, появилась тошнота, рот у пациента не было. И, в принципе, с этими симптомами пациентка была доставлена к нам в СОКБ. С ее слов, что купалась в бассейне, ну и, видимо, произошла аспирация. Произошла аспирация водой. При отравлении хлора может быть летальный исход. Все зависит вообще от концентрации хлора. Все зависит от концентрации хлора. Вы, наверное, знаете, что хлор используется и как боевое отравляющее вещество. В Сургуте стартует второй этап мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские вместе с УФМС в усиленном режиме займутся выявлением иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство нашей страны. А также проверят работников, которые трудятся на территории России без разрешения. Не забудут сотрудники ОМВД и о резиновых квартирах. Напомню, первый этап мероприятия завершился 30 апреля. В окружном УФМС сообщили о 240 нарушениях законодательства в миграционной сфере. А недалеко от Белого Яра, в поселке Су-10, комиссия почти с 90 человек провела тотальную зачистку. Хотя подобные рейды не панацея, результат от них все же есть. Их главное назначение – выявление нелегалов. За действиями миграционной комиссии, администрации и силовиков наблюдала Ксения Рабоданова. Что такое резиновая квартира, знают все. А вот в поселке Су-10 завелись и резиновые дома. По словам заместителя главы района, в одном таком жилом здании могут быть прописаны сразу до 200 человек. Всего в ходе рейда проверили почти 100 домов. Такая зачистка – инициатива антитеррористической комиссии. Есть мероприятие для того, чтобы определить законность нахождения здесь граждан. Плюс к этому параллельно сразу тут работает достаточно широкая комиссия. Есть решение АТК, это антитеррористическая комиссия. Дано поручение для того, чтобы проверить, провести вот эти мероприятия. Вместе с резиновыми домами комиссия проверила и владельцев оружия. В итоге выявили 20 административных правонарушений. Среди них – в несоблюдении миграционного законодательства. Но отработка обычной рейдового мероприятия проходит усиленно и направленно. При этом все происходит мгновенно, чтобы никто не разбежался, все были дома, чтобы все проверки были. Как видите, что это вечером проходит, чтобы все проверки были вечером. И все находились дома и полную провести, как максимум полную проверку, стопроцентное население. В миграционную службу с Тургутского района доставили 8 иностранных граждан. Кроме того, по результатам проверки жилых домов, специалисты ДИЗО подготовили материалы для привлечения к ответственности людей, у которых нет документов на право собственности. Ксения Рободанова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Нелегальные мигранты не единственная проблема поселка Су-10. Жители сетуют и на свалку. По их словам, последний раз мусор вывозился в декабре. С каждым днем кучи хлама только увеличиваются. В поселке на 100 домов проживают 500 человек. Маленькие дети не могут гулять из-за завалов отходов. Родители призывают администрацию района обратить на это внимание. Сезон весенней охоты завершится 18 мая. В этом году он продлится 10 дней. Охотникам разрешено в течение суток добыть трех селезней и одного белолобого гуся. При этом необходимо приобрести путевку стоимостью 500 или 1000 рублей. Кроме того, охотник должен быть гражданином России. Нарушителям грозит административное наказание. В этом году рейды на воде и в лесных угодьях уже проводятся. Сотрудники охот общества совместно с полицией и Росприроднадзором нынешней весной выписали порядка 15 штрафов. Изъято два незарегистрированных ружья. Если один охотник в течение, ну, дважды будет наказан, он лишится права охоты до пяти лет. Уголовное ответственность наступает в том случае, если люди добывают краснокнижников. И, ну, те виды животных, которые не отнесены в данный момент к охоте. Крупные дикие животные – это лось, медведь, значит, лебедь. Малый лебедь или тундровый лебедь, он является краснокнижником. Гусь-гуменник с этого года перенесен в Красную книгу. В Югре борются не только за сохранение редких видов животных, но и мест их обитания. Акция «Чистый лес» традиционно проходит по всей России после таяния снега. Сургута район присоединяется к национальному мероприятию в начале мая. Что можно найти среди мусора и кто занимается очисткой хлама, расскажем в следующем сюжете. На «Зеленый субботник» собрались примерно 60 человек. Участникам акции предстояло очистить от хлама охраняемую территорию Барсовой горы. Здесь, во-первых, заповедник, здесь произрастают ценные виды растений, которые занесены в Красную книгу, Красную книгу Хантамансийского автономного округа, а также Красную книгу Российской Федерации. Этот лес жители Барсова во главе с представителями местной администрации от мусора очищают ежегодно. Три года назад проводили даже генеральную уборку, но хлама меньше не становится. Территория всегда проблемная. Там, где живут люди, там они, к сожалению, и мусорят. Поэтому место это замечательное. И сюда в летний период много желающих приехать отдохнуть. Естественно, они оставляют после себя отходы, к сожалению. Власти поселка Барсова хотят создать на этой территории благоустроенную зону для организованного отдыха. С мусорными баками, лавочками и тропинками. Однако идея пока остается неосуществимой, так как желания, как обычно, не совпадают с возможностями. Поэтому такие акции на сегодня единственный способ сохранить уникальный лесной массив. Ведь лес это наш родной дом. Нужно убирать, и природа вообще нуждается в нас. Если мы будем мусорить, то будет очень-очень плохо. Сами не мусорим, и с этом всем. Тоже, чтобы не мусорили. Лесные дозоры школьников из Сайгатина, Светомина, поселка Солнечный, в подобных мероприятиях принимают участие не в первый раз. В лесу порой находят даже такие предметы, которые там оказаться не могут, казалось априори. Паспорт Иванова какого-то там, Иванова, Александра, ключи, замечательная книжка, билет, но смартфон, и всякие другие вещи. Мы нашли паспорт с московской пропиской. Получается, что у нас в поселке Барсово мусорят не только сургутяне, но и московские люди. Это наша надежда, это наши помощники. Они всегда отзываются на наши просьбы. С ними веселее. Надеемся, что через них мы донесем до других школьников то, что действительно надо в лесу вестись по-хозяйски. 15 мая жители города и района внесут еще одну лепту по сохранению леса. Сургут и Сургутский район примут участие в общероссийской акции по посадке деревьев. Иван Годунов, Виктория Грибкова, Гамзат Магомедов. Сургут. Интерновости. В Коголымском музейном центре открылась выставка «Нефть победе». Посетителям показывают экспонаты времен Второй мировой войны и рассказывают, как нефтяники вносили свою лепту в фронтовую промышленность. Посетителей до 7 июня, а именно столько продлится выставка, принимают бесплатно. Екатерина Любешева побывала на экспозиции. Фрагменты боеприпасов, ордена и медали, фотографии из семейного архива, фронтовая одежда – далеко не весь перечень интересностей, выставленных в музее в честь Дня Победы. Город Коголым молодой и, к сожалению, у нас истории, связанных с ветеранами, не так много. Есть только ветераны, которые приехали с большой земли и привезли с собой частичку этой истории. Бесплатные мастер-классы по квиллингу, рисование нефтью, перформансы – тоже неотъемлемая часть выставочных проектов. В музее скучно не бывает, здесь работают только молодые и креативные люди. Сотрудник музейного центра Александр поет об ужасах войны с неподдельными эмоциями. Это не актерская игра. Саша прошел Чечню. Он вернулся домой живым. Он проделал далекий путь. Только что-то случилось с ним. Он не может теперь уснуть. Выставка «Нефть Победя» проработает до 7 июня. Помимо военной экспозиции в МВЦ Коголыма есть на что посмотреть. Например, нефтяной грот, имитирующий провал к центру земли прямо у посетителя под ногами. Или настоящий поезд из прошлого. А малыши найдут развлечение в зале занимательной науки, где, несмотря на музейную дисциплину, все можно потрогать. Сейчас коллектив готовит главное мероприятие года – музейную ночь. 17 мая здесь соберутся авантюристы со всего округа, чтобы принять участие в городском квесте. Задания очень креативные. Наши сотрудники постарались. Там вам придется не только разгадать много ребусов, шарат, но и станцевать, снять свой клип. И вообще всегда очень много интересных, забавных историй уже. То есть мы это будем проводить третий год. И по опыту двух лет показывает, что ни один не остается равнодушным. Творческий состав обещает обеспечить картами Коголыма всех иногородних. Город компактный, потеряться никто не должен. А в два часа ночи, когда все приедут с выполненными заданиями, начнется церемония награждения. Подарки, обещают организаторы, будут очень полезными. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Сезон в мужской баскетбольной лиге завершен. Университет Югра на своей площадке в третьем матче серии принимал Саратовский Автодор. На выезде сургутяне уступили в двух играх и больше не имели права на ошибку. Дмитрий Круковец продолжит. Матч получился непривычно боевым. Сначала Энди Агиде не стерпел удара по голове под центрового Автодора Артема Клименко. В третьей четверти после броска сверху, опять же Агиде, легионера Автодора Фортни Форцин швырнул ему мяч в лицо. Началась потасовка. За своего вступились Владимир Шевель и Илья Александров. Это устроил ваш черненький и Шевель. Он всегда сил для баскетбола нету, техники нету, а вот это скандал, ситуация. Они создали, вот эти двое создали и получили. Надо было играть, Шевель-то играть не может уже, а вот это он может. Впрочем, на видео понятно, что как раз таки Автодор провоцировал сургутян. А тренер старатовцев, кстати, так низко оценил свои же заслуги. Ведь какое-то время являлся наставником и учителем Владимира Шевеля. Тем не менее, сургутяне, которых многие списали со счетов еще до старта в плей-офф, уверенно справлялись со своим соперником. Первая половина матча завершилась со счетом 40-54 в пользу университета. Первая половина была просто идеально интересна. Был интересный, красивый баскетбол. Был настоящий финал. Третий период, конечно же, я считаю, что в третьем периоде поломали игру. И праздники, спортили, конечно, некоторые свистки арбитров. Уже через пару минут после начала третьей четверти университет Югра набрал пять командных замечаний. И все последующие нарушения карались штрафными бросками. Этим с удовольствием и пользовались саратовцы. 66-60 к большому перерыву. Не буду говорить о судеям и о судействе, конечно. Тяжело было. Мы хорошо начинали, играли первую половину очень хорошо. И били все, и очень жалко, потому что зрители и вообще люди, которые пришли смотреть игру. Болельщики старались как могли, гнали свою команду вперед, но и автодор было не остановить. Соперники из любых положений забивали трехочковые и в итоге одержали победу. 94-80. Университет Югра в четвертый раз подряд завоевывает серебро. Мы четвертый раз выходим в финал, четвертый раз становимся серебряными призелами. Как-никак у нас немножко не получается выиграть золото, но четыре раза подряд в финале это не случайность. Университет Югра заслуженно получил серебряные медали. В этом году наша команда попала в плей-офф, как говорят на флажке, под занавес первой стадии чемпионата с предпоследнего седьмого места. В первом раунде студенты выбили двукратного чемпиона Суперлиги Урал из Екатеринбурга. В полуфинале не устоял Новосибирск. Сейчас команда отправляется в отпуск. Учебно-тренировочные сборы намечены на августе. Дмитрий Коковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Семь лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-11-88. Вам нужен контейнер? Не знаете, на чем перевезти домашние вещи? Специалисты компании «Югровоз» всегда рады оказать профессиональную помощь в организации грузоперевозок. В том числе и ваших домашних вещей со скидкой 50%. Мама, ну когда ты будешь себя беречь? Меня бережет мой Алмак. Он заботится о моей спине и суставах. Приобретайте Алмак в Сургуте, в аптечной сети «Фармадом», в аптеках «Ригла» и в сети «Аптек» «Бережная аптека». Только до конца мая сниженные цены. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. В связи с закрытием салона обуви Терволини весь май скидки 50% на все. Торгово-развлекательный центр «Союз», второй этаж, салон обуви Терволини. Мечтаете о безмятежном отдыхе? Ваша ванная комната – место, где можно забыть о проблемах, наслаждаться тишиной, место, где нет мелочей. Свет, аксессуары – все важно. Галерея керамики. Искусство жить роскошно. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. В связи с закрытием отдела меха и кожи, в универмаге «Сургут» радостные скидки. На мужские и женские пуховики 50%, на норковые шубы от 30 до 50%, а на шубки из меха бобра и мутона запал цены. Универмаг «Сургут». Улица Рыбников, 16. Телефон 25 06 05. И о погоде на 14 мая. Здравствуйте. В студии Наталья Яркова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Деколюкс». Компания «Деколюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Деколюкс». Надежная защита вашего имущества. Телефон 26 27 72. В рамках акции «Ворота для комфорта» компания «Деколюкс» предлагает большой выбор автоматических ворот в наличии на складе в Сургуте по очень привлекательным ценам. В среду восток Югры будет находиться в относительно солнечной и сухой области повышенного атмосферного давления. Западная часть региона окажется в теплом секторе циклона, из-за чего облака уплотнятся, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Сургуте окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 6. Утром погода существенно не изменится. На столбиках термометров около 8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Направление ветра юго-восточное 2,7 метра в секунду. Температура плюс 12, плюс 17. Новая коллекция «Весна-лето-2014» для мужчин и дам. В сети салонов обуви «Саламандр». «Саламандр» – качественная обувь по доступным ценам. Спонсор прогноза погоды – сеть салонов обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Велосипед по игрушечной цене 2999 рублей. Сеть магазинов «Карапуз» – все лучшее детям. Для активных малышей – бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили – огромный выбор в сети магазинов «Карапуз». Отдых, спорт и дачи «Карапуз» решит задачи. «Фабрика комфорта» – воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии, модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Только до 15 мая скидка на услуги 50%. Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, до свидания.